Итак, волшебный праздник уже стучится в двери Зимнего театра. Здесь все готово к его встрече. Новогодние интерьеры, конечно же, главная театральная ель, украшенная необычными игрушками. Это авторские работы, они абсолютно разные, а изготовили их мастера из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Попали на елку только те игрушки, которые участвовали в конкурсе «Сочи. Елка. Волшебство». Он был организован и посвящен 80-летию Сочинского Зимнего театра, поэтому все новогодние украшения на театральную тематику. Работ более 100, представлено 16 территорий нашей страны, плюс Казахстан. Мы делали специально открытый всероссийский конкурс. От новогоднего настроения в фойе театра на сцену Зимнего, где первая репетиция Сочинского симфонического оркестра с приглашенными солистами из Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга. Музыканты подарят зрителям незабываемые впечатления. Прозвучат произведения Прокофьева и Чайковского, в том числе оперы «Черевички». Она тоже посвящена Рождеству, теме Нового года. Она написана по очень известной повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на утре близ Диканьки». Все персонажи гоголевские с потрясающей колоритностью гоголевского языка, с сочностью характера оживут в этой прекрасной музыке и в Зимнем театре. Специально для концерта под названием «Зимний марафон» в Сочи пригласили солиста приморской сцены Мариинского театра Алексея Кустяка. Он исполнит партию в Акулы. Кстати, встреча и с южным курортным городом, и сочинским зрителям для него первая. Города, к сожалению, я еще не видел, но я почувствовал потрясающий воздух. Вчера вечером все-таки вырвался немного к морю, потому что это великая сила природы, без нее невозможно жить. А мне, урожденному петербуржцу, у нас Балтийское море, оно холодное и спокойное, а черное, оно все-таки бурлящей энергией. Все сочинения, которые исполнят музыканты, связаны с зимой. Прозвучат также с субботним вечером первая симфония Чайковского «Зимние грезы» и сюита Сергея Прокофьева «Зимний костер» для хора «Мальчиков» и симфонического оркестра. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».